Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Под Останой в лютый мороз семья с тремя детьми оказалась без дома. Об этом расскажу вам я, Бауржан Шаевмель. В АО «ЖАЭК Теплоэнерго» отмечают, что из-за морозов у них увеличилось потребление голубого топлива. И стоит самая главная задача для бесперебойного обеспечения жителей теплоснабжением активизировать борьбу с должниками. В Буральске продолжается реализация программы по сносу аварийного жилья. Сейчас на очереди дом по адресу Некрасова, 22. Все подробности в сюжете Марина Горбук. В Сен-Зян-Уйгурском автономном районе Китая нарастает волна арестов этнических казахов. Этот вопрос журналисты задали начальнику центра по изучению партийных документов при ЦК КПК и посольства КНР в Казахстане Лэнжуну. Письма с жалобами переданы в МИД Казахстана. Казахи, проживающие в Сен-Зян-Уйгурском автономном районе, подвергаются жесткой политике китайского руководства. Жители округа осуждаются и подвергаются насилию за попытки переехать в Казахстан и связь с родственниками. Общественные деятели считают, что подобные действия являются нарушениями прав человека как по международным, так и по китайским законам. Немало наших граждан по весьма сомнительным или надуманным причинам находятся под заключением, приговорены к очень длительным срокам лишения свободы вплоть до 10-12 лет. Некоторые из них при странных обстоятельствах погибли в застенках. Помимо этого происходит процесс тотальной китаизации. В Сен-Зян-Уйгурском автономном районе находится порядка 1500 школ, которые с недавнего времени почти полностью переходят на китайский язык. Для предметов на казахском языке уделяется только несколько часов в неделю. Это также касается и области религии, традиций и обычаев. Я согласен с тем, что надо обязательно в правовых рамках разрешить соответствующие проблемы. Компорт Китая и Китай в целом сейчас уделяют особое внимание строительству правового государства. Я уверен, что соответствующие эти проблемы будут урегулированы, разрешены правильным путем. В 3 часа ночи в Ильинке, что под Астаной, сгорел жилой дом. И семья из пяти человек осталась не только без крыши над головой, но и без документов и необходимых вещей. Пока погорельцев приютили соседи. Ночью хозяин дома проснулся. В это время уже горела крыша. Они успели разбудить троих детей и выбежать на улицу, в чем были. После этого находящийся в доме газовый баллон взорвался. Дом сгорел, как списочный коробок. К приезду пожарных расчетов дом уже догорал. Слава богу, никто не пострадал, но жильцы не успели вытащить из дома все необходимое. Остались без средств к существованию. Увидев горящую крышу, я понял, что уже не потушить и стал будить детей. Теперь мы рады, что спаслись. Не успели вытащить ни одежду, ни обувь, ни документы. В майке выбегали. За 3 часа все сгорело. Сейчас живем у соседей. Люди приносят еду, вещи, деньги. Всем спасибо. Планируем построить дом. По словам хозяйки дома, пожар, скорее всего, был из-за печки. Видимо, сильно затопили. Печь вроде была исправной. Может, пустила искру. Дом был деревянный, поэтому все буквально за несколько часов сгорело. Муж и дети рядом. Это главное. Люди помогут. Одни обещали помочь со светом, другие, что принесут окна. Третьи принесут стройматериалы. Я не могу взять свою же пенсию целиком. Надо же предусматривать такие случаи. Спасибо всем. Родные остались без одежды. Теперь иду в банк, чтобы получить кредит. Но пенсионерам много не дают. Пожарные приехали слишком поздно. Все сгорело, пока машины ехали из Астаны. Пожар начался в 3 часа ночи. Огнеборцы из столицы приехали через полтора часа. Еще полчаса пытались проехать к дому, потому что здесь дорог нет. Если бы приехали раньше, можно было бы спасти дом на процентов 70. Вообще должна быть местная пожарная служба. Здесь только людей живет. Все приходят, помогают. Правда, с Акимата еще никто не приходил. На сегодняшний день после пожара, в первую очередь, со стороны Акимата мы поможем в восстановлении документации. Это удостоверение личности, это свидетельство о рождении детей. Во-вторых, первое, необходимый продукт питания – это одежда. Местные исполнительные органы организованы, всех предпринимателей организовали. Те предприниматели в индивидуальном порядке все свои помощи оказывают. Кто-то денежный в формате, кто-то продукт питания. Но все равно есть еще один магазин, он на четыре месяца будет бесплатно отдавать в течение четырех месяцев. Ну, помимо этого, мы будем помогать с углем в ближайшие дни, сегодня или завтра. Для погорельцев устроили благотворительный сбор. Сгоревший дом семья собирается построить заново. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. В Уральске Аужаек Теплоэнерго задолжало более 800 миллионов тенге за газ. И работа по взысканию платежей сейчас ужесточена. Тепловики рассказали об уникальном случае. Один из должников не платил по счетам в течение 18 лет. Сумма долга составила более одного миллиона. Для того, чтобы вернуть эти деньги, пришлось выслеживать должника возле подъезда. Сотрудники Аужаек Теплоэнерго выслеживали неплательщику подъезда. И когда мужчина вышел в магазин за хлебом, тут же позвонили судоисполнителю и независимому оценщику. Мужчина вернулся в квартиру, где его уже ждали. Началась опись имущества и его оценка. Вскоре после этого долг был несен одним платежом. Он спохватился, он понял, что у него уйдет квартира. Соответственно, он быстренько погасил. И говорит, я очень жалею о том, что не платил вовремя. Оказывается, надо долги платить. Не то, что долги, накапливать их. А надо просто вовремя оплачивать коммунальные платежи. В прошлом году коммунальщики насчитали более 30 должников, которые имели неоплаченные счета на сумму в 500 тысяч тенге и больше. Сейчас таких людей практически не осталось. Долг за газ сейчас в настоящий момент составляет 830 миллионов тенге. Ежемесячно мы потребляем газы где-то примерно на 500-510 миллионов тенге. Это наши ТЭЦ и 20 котельных, которые находятся на балансе Ужай-Тип-Энерго. Да, действительно, морозная погода, морозная. В связи с этим мы поддерживаем тот температурный график, который был утвержден городским акиматом. И согласно этого утвержденного графика, мы должны в эти морозные дни, вот сейчас в субботу, в сентябре, ожидается морозная погода, мы увеличиваем температуру и давление в трассах. Тепловики отметили, что у должников будут арестовывать имущество и им запретят выезд за пределы страны. На сегодняшний день находится у судебных исполнителей 2185 судебных исполнительных листов на сумму 107,5 миллионов тенге. В летнюю компанию мы провели работу, нашли этих должников на 70 миллионов, которые не то что там годами, десятилетиями не платили. Таких 326 у нас оказалось на поверку. Из них 27 миллионов уже поступило сегодня. Для того, чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, коммунальщики запустили ролик. В нем наглядно показано, что будет, если не платить по долгам. На ваше транспортное средство наложен арест задержания на сумму 11 345 тенге. Развитие агропромышленного комплекса и проблемы бизнеса на селе рассмотрели представители Совета ветеранов Западно-Казахстанской области. Заседание Совета состоялось в рамках обсуждения послания президента Республики Нурсултана Назарбаева. Ветераны поддержали идеи, озвученные главой государства. В частности, они обсудили ближайшие внедрения новых технологий во все сферы жизни людей. В нынешнем году президент страны дал поручение развивать человеческий потенциал. При этом большие надежды он возлагает на современную молодежь. Мы, ветераны, поддерживаем его инициативу и готовы принять активное участие в воспитании молодого поколения. 34-летний Асалхан Мурзалиев получил производственную травму на Ченаревском месторождении. Работник ТО «Костройсервис» сейчас признан инвалидом третьей группы. Мужчина не согласен с выводами специальной комиссии, которая посчитала, что в несчастном случае есть и его вина. Из-за этого сумма страховых выплат выходит гораздо меньше. 25 января 2017 года Асалхан Мурзалиев получил приказ на выполнение высотно-монтажных работ. Он утверждает, что руководство ТО «Костройсервис» знало, что у него нет допуска, но все же потребовало выполнить объем работ. Мужчина сорвался с высоты и получил многочисленные переломы рук, таза, вывихи и ушибы. Несколько месяцев он провел на больничной койке. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но сейчас его прекратили. Комиссия установила, что в несчастном случае есть 50% вины работодателя и 50% вины самого работника. Но он с этим категорически не согласен. Восемь метров с высоты упал, хотя меня заставили, у меня допуска нет, на высоте ничего не было. Мастер сказал, давай работайте. Я сам отвечу за это, что на самом деле нельзя работать на высоте по моей прописке. Вот я упал на бетон, смеси железа. То, что они говорят, я не согласен с этим. Там свидетели у меня все есть, говорят, но все равно у меня уголовное дело было. Вот это все закрыли. Ну они платили мне, сейчас с работы уволили, материальные, моральные. Где? Я ничего не вижу. В ТО Костройсервис отметили, что расследованием этого случая занималась комиссия и сотрудники правоохранительных органов. Они же выплачивают страховку, которая положена по закону. Но в инспекции по труду жалобы пострадавшего не оставили без рассмотрения. Материалы дела были пересмотрены главным государственным инспектором труда, в процессе которого были выявлены некоторые нестыковки, рассмотрение которых не входит в компетенцию инспекции по труду, в связи с чем материалы дела были обратно перенаправлены в управление внутренних дел для пересмотра. Сейчас Ассалжан Мурзалиев не работает. Его жена находится в декретном отпуске. Она воспитывает маленького ребенка. Семья надеется, что Ассалхан пойдет на поправку. Вскоре ему предстоит еще одна операция на руке. Роман Копнеев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. В Уральске в скором времени будут устанавливаться датчики контроля заполнения контейнеров для мусора. Об этом сообщил Акимгорода Мурат Мукаев. Городоначальник уверен, что с помощью подобных умных технологий можно улучшить качество жизни и эффективно управлять городом. Кроме этого, планируется запустить систему мониторинга за городскими люками, что поможет снизить уровень краш и несчастных случаев. Мост перекрыли из-за смертельного ДТП в центре Астаны. По информации ДВД, водитель ВАЗ-21-140 на мосту не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем Тойота Камри, в котором находились женщины с ребенком. Как сообщили в полиции, 23-летний водитель ВАЗ-21-140 погиб на месте. 31-летняя автоледи, которая находилась за рулем Тойота, и ее несовершеннолетний ребенок с травмами и ушибами были доставлены в больницу. По некоторым данным, женщина находится в реанимации. В ДВД по факту аварии проводят досудебное расследование. В Уральске снесут еще один аварийный дом. Уже порядка 10 лет здание, расположенное по адресу Некрасова, 22, находится в полуразрушенном состоянии. Все 12 семей, проживающие здесь, готовы к переселению. Проблему обсудили с заместителем Акима города Алтенбеком Кайсагалиевым. С жильцами встретились и наши корреспонденты. 157 лет. Именно столько дому, расположенному по адресу Некрасова, 22. Сейчас здесь проживает 12 семей. Как рассказывают сами жильцы, уже прошло порядка 10 лет, как дом признали аварийным. С той поры с каждым годом здание все больше и больше рушилось на глазах людей. Хотелось бы, конечно, как можно быстрее приобрести нормальные условия для жилья, потому что у нас и дети есть на самом деле, и маленькие дети. И у нас здесь много было таких ситуаций, когда вот стена здесь обрушилась, и, в принципе, все абсолютно делалось за свой счет. Заместитель Акима города Алтенбек Кайсагалиев предложил жильцам воспользоваться программой государственно-частного партнерства. Если люди согласятся, здание снесут. И на этом месте построят новый пятиэтажный дом. Сотрудники ТО «Корпорация строительных материалов» заинтересовались этим участком. Нужно будет определенную процедуру пойти, меморандум подписать, договора, найти всех стопроцентно согласие жильцов. Вы говорите, там кто-то скончался, либо кого-то нет дома, уже искали, не могут найти некоторых людей. Но нужно будет найти ваших соседей и стопроцентно согласие получить. Как отметили представители Акимата, если люди быстро оформят все необходимые документы, дом снесут уже в текущем году. Тем временем, на сегодняшний день в Уральске 43 дома признаны аварийными. С начала реализации программы ГЧП уже снесено 7 аварийных зданий. В текущем году, кроме этого, запланирован снос еще 6 домов. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Александр Грабурев, ТДК-42. Рыбе нужен воздух. В Уральске сотрудники рыбинспекции, Управлении природопользования и представители общественного объединения Кургауши провели противозаморовые мероприятия. Чтобы дать рыбам кислород, они отправились на озеро Чапурино в районе Второй дачной. Наши корреспонденты не остались в стороне. Толщина льда на этом озере составляет 50 сантиметров, плюс снежный покров около 5-7 сантиметров. При таком раскладе, конечно, в реке не будет кислорода. Для этого рыбаки-любители и рыбинспекторы регулярно вооружаются буром, лопатами и просверливают лунки, чтобы дать рыбе возможность глотнуть свежего воздуха. У рыбаков есть такой термин – глухозимье. Сейчас рыба уже нуждается в кислороде. Даже пользуюсь случаем, хочу всех рыбаков-любителей тоже попросить, когда рыбачите, после себя камыш, как мы вставляем, чтобы какое-то время подпитывалось кислородом. Вода подпитывалась. Размер лунок небольшой. И чтобы их как можно дольше снова не затянуло льдом, рыбаки опускают в них камыш. Конечно, одних лунок мало, и здесь на помощь приходят неравнодушные граждане. В этот раз рыбакам помогло крестьянское хозяйство Сиротинах. Они предоставили насос для перекачки воды из одной лунки в другую. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области насчитывается 148 замороопасных водоемов. В каждом из них водится рыба. Если не проводить противозаморные мероприятия, она погибнет. На тех водоемах, которые отданы в пользование частным лицам, работу по спасению рыбы проводят сами природопользователи. На остальных – рыбаки и рыбинспекторы. Есть 38 водоемов, которые закреплены за природопользователями. Конечно, они обязаны все эти мероприятия выполнять. Могу сказать, что среди них есть и очень серьезные, но есть и другие природопользователи. В 2017 году мы на четырех этих природопользователей подали в суд. И три вопроса у нас решены положительно. Три водоема мы отбираем в этом году. И основные причины – это неуполнение договорных обязательств. Кроме лунок, также эффективно на льду делать майны. Самые замороопасные – месяца январь-февраль. Вот в эти времена необходим контроль на местах рыбных субсидектов, с которыми закреплен водоем. Ну а госинспектора за резервными водоемами ведут госконтроль. И в свое время подсказывают местным исполнительным органам, куда направить силы для того, чтобы оказать помощь рыбным ресурсам. Сохранение и воспроизводство. Насыщать реки кислородом планируется до самой весны. Рыбинспекторы просят всех неравнодушных принять участие в противозаморовой акции, которая пройдет 27 января и не дать рыбе погибнуть. Олег Меликий, Мирбулат Жигапаров, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Уральске третью неделю подряд на линию выходит автобус шестого маршрута, который бесплатно перевозит пассажиров. Организаторами акции стали три жителя областного центра. Это Талгат Чудобаев, Жардем Кадыргалиев и Жумабек Жаукен. Они надеются, что их начинание найдет поддержку по всей стране. Акция «Пятничное добро» была запущена в начале нового 2018 года. День недели был выбран не случайно. Пятница считается священным днем для мусульман. Сначала организаторы акции поделились своей идеей в социальных сетях. Там они и познакомились с Жардемом Кадыргалиевым, который работает водителем в ТО «Акжол» и обслуживает маршрут номер 6. Он сразу же решился поддержать волонтеров. Порядка 10 единомышленников помогают собрать нужную сумму на бензин. Акция называется «Шумада Жахслов Жасаик». Это акция приурочная к священному дню пятницы. Также, чтобы после рабочего дня люди выходили на выходные с хорошим настроением. Эта акция уже третий раз. Планируем ее около еще двух месяцев. Хотелось бы провести еще на областном уровне. На областном уровне, чтобы другие водители, другие предприниматели, чтобы они тоже подключились к этой нашей акции. А потом эту эстафету передать от нашего Уральска другим городам, чтобы также и в других городах это развивалось бесплатно. Не обязательно именно в пятницу. Может быть, с другой день у кого-то, как удобно будет, может быть, в воскресенье, смогут людей возить бесплатно. Организаторы акции отметили, что их начинание уже нашло понимание у неравнодушных горожан. В их планах запустить на линию автобус большой вместимости, который также будет перевозить пассажиров бесплатно. Сейчас они проводят переговоры с предпринимателями и пассажироперевозчиками. Огромное спасибо всем за такую прекрасную акцию. Желаю только здоровья всем. Хотелось бы, конечно, чтобы школьников подвозили. Стоит отметить, что одна из остановок шестого маршрута – это городская мечеть. Ее прихожане обещают молиться за добрых людей. Роман Копняев, Ербол Аманшин, Александр Грабарев, ТДК-42. Приобрести электронику и бытовую технику по сниженным ценам предлагает уральцам и гостям города Магазин Мечта. Только с 26 по 28 января сеть магазинов устраивает распродажу. Именно в эти дни все желающие смогут приобрести товар по невероятно низким ценам. Только с 26 по 28 января сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта» предлагает приобрести товар по невероятно низким ценам. Вниманию покупателей представлен широкий ассортимент. Водонагреватели разных объемов, холодильники и холодильные камеры, многофункциональные стиральные машины, газовые плиты. Скидки действуют и на мелкогабаритную бытовую технику. Пылесосы, утюги, предметы для кухни, микроволновые печи, мясорубки, чайники, мультиварки. Кроме того, всех покупателей ждет огромный выбор мобильных телефонов и айфонов, ноутбуки и аксессуары к ним, телевизоры разных диагоналей и моделей. Выбрать из всего многообразия то, что подходит именно вам, всегда готовы помочь опытные продавцы-консультанты. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» объявляет три дня суперцен и мега скидок. Успейте приобрести бытовую технику и электронику по невероятно выгодным ценам и условиям для вас, как за наличный расчет, так и в рассрочку. Приходите, мы будем рады вас видеть. Не упустите свой шанс. Только три дня. 26, 27 и 28 января. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10, дробь 1. В Уральске прошел областной чемпионат по казакшаку Рес. В нем приняло участие около 300 спортсменов от 14 до 16 лет. Данные соревнования позволили спортсменам проявить все свои способности. Победители отправятся на республиканский чемпионат. Областной чемпионат по казакшаку Рес организован в поддержку программной статьи президента Рухани Шангару «Модернизация общественного сознания». Организаторы отмечают, что это отличная возможность для спортсменов проявить себя. Это отборочный чемпионат. Проводим для того, чтобы определить сильнейших борцов в нашей области. Те, которые займут первые, вторые призовые места, они будут выступать на чемпионате Казахстана в марте месяце в Балладаре. Всего в соревнованиях приняло участие 300 спортсменов 2003-2005 годов рождения со всех районов Западной Казахстанской области и города Уральск. Участники отмечают, что в настоящее время национальный вид спорта казакшаку Рес активно развивается в нашем регионе. Я занимаюсь казакшаку Рес уже три года. Мне этот вид спорта очень нравится, так как благодаря борьбе я тренирую не только свою физическую форму, но и морально становлюсь сильнее, потому что здесь очень важна выдержка. К этим соревнованиям я готовился очень усердно и настроен только на победу. Участники, занявшие призовые места, были удостоены медалями и грамотами. А те участники, которые заняли первые и вторые места, будут представлять нашу область на республиканском чемпионате. Сергей Иванов, Норлан Кунашев, Александр Горабарев, ТДК-42. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Смонсор прогноза погоды Кухни Энли. Кухни Энли. Мы создаем уют в вашем доме. Мы находимся по адресу город Уральск, улица Сарайшек, 79-2. Телефон 50707087079717944. Продолжение следует... Продолжение следует...